Амурское албазино Катюша, Темная ночь. Песни, посвященные Великой Отечественной войне, 1 мая звучали на перроне железнодорожного вокзала Благовещенска. Туда прибыл ретропоезд «Победа». Тематический поезд курсирует в рамках празднования 79-й годовщины Победы. Состав включает платформу-сцену, платформы с военной техникой, вагон-теплушку, а также три пассажирских вагона, которые тянет паровоз послевоенной серии «Л-Лебедянка». В нашу область он прибыл 29 апреля, сделав первую остановку на станции Бурея. Благовещенск стал четвертым, всего же в маршрутный лист по Преамурию входят 10 городов и сел. Праздничные встречи на станциях проходят в формате концертов. С песнями о родине, патриотизме выступают и гости, и местные коллективы. В Благовещенске это артисты ОКЦ. В ретропоезде едут солисты проекта «Вне времени» Читинского ДК железнодорожников и ансамбля песни и пляски пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. Финальной точкой маршрута станет Чита. В течение 11 дней тематический состав проедет по 23 станциям двух соседних регионов. Послушать хорошую музыку в профессиональном исполнении уже совсем скоро жители нашей области смогут на втором фестивале «Виват Амур». Масштабное военно-музыкальное событие продлится неделю и соберет шесть ведущих духовых оркестров страны. Также планируется участие китайских музыкантов. Сейчас с ними ведутся переговоры. Музыканты планируют посетить почти 20 муниципалитетов области. Там они дадут бесплатные концерты для всех желающих, а их ожидается немало. Площадками для выступлений станут стадионы, парки, скверы, площади. Завершатся масштабные гастроли грандиозным дефиле и концертом сводного оркестра всех участников фестиваля. А это 350 военных музыкантов с главным дирижером Тимофеем Маякиным. Для этого вновь развернут сцену на амфитеатре Набережная Амура. Стоит отметить, что опыт прошлого года так впечатлил губернатор Василия Орлова, что именно он дал поручение вновь провести это большое культурное событие. Индивидуальные и массовые рыцарские турниры, конные бои, мастер-классы от народных умельцев, дегустация чая ручной сборки, тематические фотозоны и средневековые игры. В конце насыщенного дня фаер-шоу. Все это шестой фестиваль исторической культуры Амурское Албазино. Он проходил 29 и 30 апреля на одной из турбаз Благовещенска. Участники приехали со всего Дальнего Востока. Мне жарко, но я хочу биться. Это уже шестой фестиваль исторической культуры Амурское Албазино. Зрители увидели турниры по средневековому бою в разных номинациях. Массовые бои, индивидуальные турниры, конные бои. В Благовещенск прибыли бойцы, которые занимаются исторической реконструкцией и средневековыми боями со всего Дальнего Востока, Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской, Еврейской, Автономной областей, Якутии и, конечно, Преамурья. Участие приняли как целые клубы и объединения исторической реконструкции различных эпох, так и одиночные участники из Хабаровска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Нерюнгри, Биробиджана, Южно-Сахалинска, Свободного, Тынды, Белогорска, Благовещенска. В первый день состоялись массовые бои, во второй – индивидуальные иконные турниры. Фестиваль получился не только зрелищным, но и наполненным различными активностями. Для зрителей были открыты лучный и копейный тир, тематические фотозоны, точки средневековых игр. Всежелающие смогли поучаствовать в мастер-классах различных ремесел, например, росписи керамики, создании лоскутных кукол, плетении кольчуги. Завершился фестиваль выступлением Народного театра «Огня. Одержимые». Перенестись в Албазино 17 века вполне возможно, посетив новую выставку в Амурском областном краеведческом музее. Во время ее открытия состоялась передача фонды артефактов, собранных участниками Албазинской археологической экспедиции во время полевых исследований «Острога» с 2012 по 2016 годы. Новая выставка находится в фойе музея. Экспозиция рассказывает о стационарных раскопках памятника археологии федерального значения – городище Албазинская крепость. В период научных изысканий с 1970-х по 2020 годы. Пули, стрелы, ножи, нательные кресты, бронзовый наперсток, кожаная погребальная обувь. Список экспонатов разнообразен. Часть из них передали сюда буквально перед открытием. Эти артефакты были найдены во время полевых исследований «Острога» с 2012 по 2016 годы. На самом деле у них начинается вторая жизнь. То есть мы их передаем в музей для того, чтобы они уже их могли видеть и по ним могли изучать нашу прошлую историю Амурской земли. Наша экспедиция, которая работает на Албазинском остроге Капаеве с 2012 года, соответственно, также передает часть вещей. Но надо сказать, что это сейчас передается только на самые интересные, подходящие к экспонированию находки. И в течение года, в ближайшее время, мы передадим вообще весь основной массив находок, которые были найдены за эти годы. И это тысячи предметов. Албазинский острог – первое укрепление поселения русских на Амуре, которое во второй половине 17 века стало местом столкновения геополитических интересов двух крупнейших держав – Российской империи и Цинского Китая. С каждой находкой того периода связана интересная история. Многие, на первый взгляд, непримечательные предметы после реставрации обретают и другой смысл. В качестве примера руководитель экспедиции приводит пластину, полностью покрытую золотой фольгой. Она была найдена в виде просто железной пластинки, ржавой. И она была ничем не интересной, не примечательной. Но на всякий случай я дал ее реставраторам. Мы стали ее чистить, стали изучать, и там обнаружилась под ним золотая фольга. То есть это было явно украшение. То есть это через полгода мы, получается, сделали то открытие, которое было сделано когда-то летом на Албазинской земле. И так вот с каждой находкой. В областном музее хранится богатая коллекция, относящаяся к Албазинскому острогу. На сегодняшний день это более трех тысяч предметов. Жалейка, тайская круглая панфлейта, окарина, птичка, бар Чаймс – все это названия экспонатов будущего музея редких инструментов, которые откроются при Благовещенской детской музыкальной школе имени Галины Михайловны Сапаловой. Это будут не только необычные предметы, но и интерактив. Все разрешат потрогать и даже поиграть. В этом наша съемочная группа убедилась на личном опыте. Это достаточно редкий музыкальный инструмент. Называется он глюкофон. А вот это у нас караталы теньша. Пока все экспонаты будущего музея помещаются на столе, за исключением отдельно стоящих оркестровых гуслей. В коллекции немного предметов, в основном это ударные и духовые инструменты. У нас на базе школы было порядка пяти-шести инструментов. Я думаю, что они очень интересные, не в каждом учреждении встречаются. И уже, наверное, порядка восьми инструментов нам подарили жители города. Но, конечно, это для музея еще небольшая база. И нам бы хотелось, чтобы неравнодушные жители города присоединились еще активнее к наполнению музея. И подарили нам еще какие-то инструменты уникальные по своему звучанию, либо с уникальной историей, может быть старинные. Нам бы это очень помогло. Бар Чаймс, Кабаса, Мелодика Горн, Бонго и Конго – экзотичное название, мало о чем говорят даже музыкантам. А вот в музее редких инструментов на все экспонаты будет подробное описание. Более того, каждый можно будет не только трогать, но и тестировать в деле. Располагаться музей будет на третьем этаже школы по адресу ЛАЗО 41. Кстати, сюда же можно приносить свои инструменты в дар. Открытие планируется в начале сентября, а в июне, во время празднования дня рождения Благовещенска, собранные экспонаты будут показаны на одной из интерактивных площадок. Если музыкальная школа просит помочь с редкими инструментами, то Управление культуры Благовещенска сейчас в поиске танцевальных пар. Им предлагают совершить путешествие в прошлое. Организатор ждет заявки от учреждений, предприятий, творческих коллективов, общественных и культурных объединений, а также семейных пар без ограничений по возрасту. То есть это могут быть не только муж и жена, но и, например, внучка и дедушка. Профессиональная подготовка приветствуется, но не важна. Всему обучат на мастер-классах, которые в течение мая будут проходить на набережной реки Амур. А да, так сообщат в телеграм-канале Управления культуры Благовещенска. Там же можно найти условия подачи заявки, видеоуроки танцев, требования к внешнему виду. Исторический бал пройдет накануне Дня города. И это все, о чем мы успели рассказать за 10 минут. Следите за культурной жизнью Амурской области вместе с нами. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин